каная очень но сейчас попробуем прям надо собраться блять там я лишь не шикана проблемы не в шикане проблема была перегрев и перегрев резины короче и все вылет на повороте на последнюю напрямую то есть сброс сбрасывать вот я сбросил и и как-то слишком разгрузил жопу меня развернул ну короче да развернуло меня не успел оттормозиться я пытался сначала отловить машину не отловил и поздно начал тормозить и жопой короче въехал в резину и мне не знаю и тебя короче как маятник не там аккуратненько так развернуло но повреждения были какие-то мега серьезные я заехал тут же в боксы мне произвели починку вроде как но факт ничего не починили я такой весь кривой с рулем направо почти на 90 градусов доехал до финиша 6 место терял айрейтинг но добавила сейфти рейтинг ну видишь это уже был второй сплит то есть я потенциально потенциально то что у меня аэритинг то упал я потенциально мог приехать приехать первым ну хотя бы вторым хотя бы вторым приветствую вас и господин степанов да раз блин я тоже сколько раз это я ездил посмотреть даже стату вот ташикану на мазде я тоже в втором сплите и тоже немного был милый аккористрился первым комплект полсекунды от лидера там знаешь и башу глядь помочь еду все круги штампую прям вообще и потом на пятнадцатом тоже на круге хуя конечно вот сейчас еще раз попробую покорить ее ну и чё ты скажешь про интервью это я не смотрел он длинный занудливый конечно но можете интересно а кто его интервьюирует вот этот как чувак то каково блять игре асанов такой обзорщик очень старый в игромании работал но варисе играет или чё да нет никто не играет там проблема этого обзора то что они вообще все далеки от симуляторов как бы не играют в аэрэйсинг они дали ему на машину без настроек и даже никто ему не рассказал что резина как бы там ну здесь реалистично холодная понимаю то что она греет ну то есть четко никто про рейсинг вообще не рассказал что смотри вот руль вот педали ты же гонщик давай хуяч он принципе поехал неплохо как бы для от той вводной информации которую него было да там мы не сказали что вот здесь там не надо превышать скорость вот здесь вот такие действуют правила там если ты тебе нас и были пенальти надо притормозить то есть ну и мы принципе правила и рейсинга никто не рассказал то понятно что который ездит в жизни да там не знает правила рейсинга поэтому не он проехал неплохо что-то видишь мерседес опять значители ёбаные и едут суки мрази ненавижу негра ну а чё они блять опять ты вернул блять они какой космос блять собрали из пейс впереди какой-то нахуй звездолёт блять они ну я вообще считаю что надо запретить блять ну доделывать машины по ходу сезона вот так бы мерседес сейчас не так либо так и вам не всем например она да под команду потому что прошу реально мерседес вот твои они начали подливать привезли блять обновление они во первых привезли обновление мотора поставили новые моторы и тэмильт ну и этому и плюс они еще блять аэродинамики сделали не то что знаешь там небольшие обновления это реально там весь нос нахуй переделали смотри они его сделали уже блять какую-то хуйню снизу вот вообще другую машину впереди делали ну вот но ты держишь ну и все естественно уже все и они там на полсекунды быстрее едут феррари скуяли конечно у мерседеса блять нового они как первые несколько грамм при слили там ну я думаю что пидюлиным ставили они быстренько напряглись завод у них там цж какая производственная мощность у мерседеса выделили еще 50 инженеров которые сидели блять ну течение месяца прыгнув бурган или дурную они такие блять я думаю что он кто-то войска ребят пусть вы таки как-то преимущество которое было в феррари его нет давайте что-нибудь ну вот они там естественно ну месяц куем блять разрабатывали и феррари битом три раза два итальянца блять но это но но самое смешное мы все не смотрели сговорили по телефону ну по хотел сказать вайперу в отца пусть его ждет даже ну вот и значит и посмотрели я идеально середина ну мы как бы общались рост ну и там шоу 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 на заднем плане у кого квала у сегодня выходной но я болел а ну не квала это тренировать и такой знаешь типа тогда середина практики такой же ну идет 5 операторов алонсо идет бог середина середина понимаешь он такой приходит посмотрел что-то походил для пошел телеметрию посмотреть наш минут до двадцать пять до конца выехал алонсо такой вы настолько крутые что на в принципе вообще не надо ну ездить тренировки у нас так все пиздата ездит ну просто самом деле у него машина была не собрана она кончилась на первой практике причем кончилась на выезде да да то есть понимаю да и они как бы ее афтера вторая практика штаб ну достаточно близко и в общем они до 4 пытались там привести чувства и в итоге там концу второй практике успели он нам что-то выехал там кругов пять проехал ну пиздец конечно просто пиздец ну то есть это уже это уже значит уже даже не смешно вот так если бы это было уже там если начали можно было ржать над этим то сейчас это уже даже не смешно не смешно ну как бы когда реально ну алонсо уже сказал что скоро будет думу задумываться вводе и как бы готов выслужить предложения других команд но видишь почитав всевозможного на буржуську аналитику как бы понимает что его нигде не ждут как не прискорбно то есть каждом пилот будь еще строит понравится идет туши ну там типа пилот быстрый но вот видишь ну потому что он человек говно то есть а насколько вот это ли говно он не настолько давно даже уходя из редбула ни слова плохого не сказал уходя из редбула хотя видел что он последний год в редбуле доезжал он уже сливал реки арку ему же не хотелось не украбайский контракт уже такой блять как мне надоело ехать в этом редбуле уже такой он уже такой доезжал последний сезон и когда он ушел он такой он уходил со словами все гонщики мечтают ездить феррари блять это легенда сидела у меня я поехал ездить террари то есть не не то что редбул говно дно я пошел в опиздатую команду да то это просто ну как бы да круто спасибо редбул ребята блять давайте сделаем фото выложим блять но совместные себяшечки это были великолепные года это было прекрасно 4 чемпионский титлая спасибо то есть он ушел блять а он ушел феррари дно мне заебало быть 30 и вы нахуй итальянские раздоба и не могут делать нормальную машину я пойду блять я я буду новыми стенами и сейчас я как артон сена поеду на макглорном хобби то есть он же ушел из феррари с такими не очень лестными словами они не могут сделать нормальную машину несколько лет меня заебало ездить на на третьих позициях я хочу бороться за лидирующей позиции он сегодня пытался обогнать дали снято не получил мы сидели вот но наблюдали на тренировке противостояние двух великих идущих но двух великих пилотов даниил крят на девятнадцатом месте карман баллон они там где-то отставай до 3 секунды от лидера бороться за почетную девятнадцатую позицию и далее просто выцарапал эту девятнадцатую позицию ну тоже еще один великий гонщик но это за сказал что машина не настроить вообще под себя я там вообще все не настроить просто пайки десятый глядер ясно не настроить они на разных машинах ты их просто разный товар нет настройки под себя под себя там все-таки это важный момент под стиль управления это важно мы пришли к выводу что так как куриар куриар берет дочь пике он же такой даун ну как он может значит у него просто огромнейший тилдар просто поэтому дочь пике готовы вот так вот так вот 40 сантиметров конечно ему тяжело с ними ездить не мешает вот это все просто ставят все точки то есть это отвечает сразу два вопроса первое что дочка пике делает сиатах и второй почему так куёва едет все решается у него гигантский понимаешь что у сайца маленький такой мини огурчик нет ну вот а у куриата блять нормальный русский елдар естественно дочь пике в восторге но ехать не шарик а как бы еще сзовом машиной перегрузит вот поэтому а завтра же вечером будет это я на протоколе а завтра вечером индианаполис да разве который который не круглая который без дорожных а кто ехать будет как ну как инди карб лить у них же за две недели до круглого и инди 500 они ездят дорожные то это русский говорит что реально сложно ехать компьютер на симуляторе чем я всегда считал что я быстрее я профессиональный то нет но это правильно сложная потому что потому что у тебя нету главной точке да нет прикосновения да ну конечно конечно в реальной машине у меня жопа начинает кальтить я это чувствую спиной тем более если ты лежишь ковшебле и там притягут да естественно ты жопой это чувствуешь а компьютер ни хуя не чувствуешь конечно сложнее поэтому кстати компьютерные гонщики едут нормально когда грегора футу посадили он нахуел сказал нахуя себе здесь еще и жопой чувствует блять и помчал понимаешь это причем ну вот это вот жирное говно в очках блять ну как от которой в принципе ну ты видел вообще на грегора футу да но это такой финский пухлячок в очках у которого нет прав вообще у него в принципе прав нет он не ездит на машину его посадили ну в эту формулу мазда но поехали на сидеть от них обращать охереть до сего же вот это когда его посадили его там кто-то поднял его посадили в формулу мазда которая есть в аэроизме и по этому рот атланти он поебашил нормально поебашил он не проехал стал даза и бизбер примерно как бы нет точек термогринер и ну все знают ну правда он потом шлем надливал а так нормально да да ну слушай потому что перегрузка датчик формула ну понятно не формула 1 но ты чек который крутил фанатель другое да там все времена пошло и тут блять и не у него нажал на тормоз и не городская машина ты что тормозит формула я думаю даже даже и на я на этим пока на этом покатался на карте то и то блять не допустим не допустим просто пробовал торможение какой-то не сильно ты просто хорошая городская машина тормозил пол на порш там блять пиздец там повисает ну ты представляешь что одна на слигах формула 500 кг это у нее тормозной там 100 метров с 300 куда бы 250 но учил ну как бы имея такого пиздатого гостя они могли бы дадим все равно неплохо могли бы найти какого-нибудь идиастры блоге вам записали бы на форуме на такая ситуация нам нужно какой-нибудь который просто настроен на майру просто есть просто есть загуглить зайти блять носим рейдом просто попросить какую-то восьмой я же все-чего гранит вот логика записать вот мой приклад и вообще любого дологика телеть на третий кай суши тут такая ситуация вот мы сделаем интервью а вы тебе за это не заплату но вот просто надо помочь и помочь и роману он видит бутылка я думаю что логика взял и поехал это надо в это время подъехать и все вот как бы крафт и человеку до 5 минут рассказать прайры да и там ну загрузить там ну как сделать настройки и логичьи там я сейчас еще не поехал но но да да квалификацию прошел ну какой какой пока второй я думаю что это сплит 2 10 какие-то совсем прям времена у людей ну дачу 1 0 680 1 0 1 2 1 0 1 5 1 0 2 может быть даже рейтинг то упал менее нет у тебя даже не рейтинг там у тебя просто prime time бог набраться очень жирный первый сплит ну да жирный первый сплит да и мой рейтинг 2000 плюс мог набраться жирный сплит и все и как бы ну просто у меня был почти 1900 а теперь 1700 ну собственно говоря у меня было 2 600 а теперь 2 300 и я к тому что я и рейтинг соответствую сейчас второму сплит примерно мой вот рубинсбарикен онлайн а я как раз недавно смотрел его инстаграмчик а он с ней снимала там у него сценишка играет с собакой а он сидит на ушки на переднем плане ну явно блять симулятор блять где же вот знаешь прям обидно бред обидно что тофио не дожил до этого момента который слышно то что ты давай пункты на языке тоже полосы не дождите мы симулятор не дожил который так долго рассказывал что там это его брат блять это никто это не он блять вот часто конечно просто ну баррикела для меня эти честно скажу это прям реально показать уже чека ну я блять 10 лет смотрел как он с шумахером ездит в формуле 1 не просто там даже аттилла тасси который там где-то в каком-то чемпионате там тут нет хотя тоже должен признать что аттилла тасси это блять человек который едет в международном чемпионате как бы не какой-то чемпионат россии едет в международном чемпионате приезжает на путь не 21 это даже не лёша виду кого-то при всей моей там хорошим отношения до . чеки который есть международном чемпионате и как бы неплохо приезжает ну вот поэтому надо понять за что вряд ли он стал бы играть в то что совсем не похоже и когда там ну но и генов пока стоит ждет поэтому для меня вот вариант ай-рейсинг асета корсу когда мне покажут какого-нибудь дэвида пунктера который рубает вот эту корсу регулярно не в качестве рекламной акции там знаешь где-нибудь да там но на симуляторе корсу даже дражников даже дражников бомбоносы но как бы в дражников не его куль большой план но то что человек который там 20 с лишним лет лет отъездил в команде шумахером регулярно играет и тренирует там собственного сына у него же вот у младшего брикела есть там тоже аккаунт они там тренируются но как бы это на мой взгляд очень большой показатель потому что ну понимаешь да вот и прицепе бы стал ты любви ты разбираешься в гонках ты полу тебя сын едет в карте ты хочешь его подготовить чему-то большему ты бы стал сыну говорит уже поедем этом симуляторе вопросах уёвый как бы но ты в нем беде но в жизни все не так в жизни все не так просто ты в нем поеде потому что получи в будущей трассе там ну вот понятно что как бы ну здесь то он выбрал из всех симуляторов я думаю что он не идиот если он да ну понятно что нихуя не разбирать симуляторах но наверняка у него есть люди которые которым он обратился как бы которому стал ребят какой есть хороший симулятор соберите несколько кофе так мне вот нужно я хочу там сам трассы вспоминать лиману подготовиться к этому тоже у нас поедет в олимпе 2 да я такого чтобы олимпе 2 будет очень блядил струха тоже русский бюджета русина смпи racing и полностью русский короче там будет алёхи там будет сироткин и такие вот они за команду смпи рейсинг на все русские и петров в джидро да я прикольно в эту году должен элеман быть крутой и должно дает наконец-то знаете да какой-нибудь Может быть действительно второй сплит, потому что вот у тебя 1802, и самый крутой чувак 1800, а нет, не 1800, а 1700 чем-то. Это он уже сплитовал, а вот самый крутой чувак тоже типа 1890. Это второй? Марлос Пикнато? Пичинато? Нет, нет, это Веса Хитонин. Да. И все, ну то есть да, скорее всего второй сплит, наверное, первый сплит набрался какой-то очень жирный. Мне даже кажется, судя по временам, так это вообще третий. Нет, нет, нет. Второй, наверное. Второй, второй. Или второй. 1800, третий не может быть. Тысяча, слушай, я 1800 нету, 1790. Нет, нет, третий не может быть, нету. Две тысячи не наберется, 12 человек, две тысячи плюс, это скажу так. Не, просто набрался жирный первый сплит, поэтому это второй. А как бы, ну... Вторая гонка сегодня у меня во втором сплите. Давай, ты теперь знаешь, когда резина уходит, с какого круга начинать уже спрятать. Да так, тут, 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 все, блядь, надо собраться и проехать. Да. Надо бы. Угу, давай, давай. Че первый-то, блин, а, во, появился наконец-то. Большую русскую победу мы хотим, давай. Давай, не дайвь его, садись ему на хвост. Спокойненько сидит. Сам нужно убирать. Блин, он стартовал плохо. Нормально. Не я, он плохо стартовал. Ни часа. Придется... Да. У-у-у. У-у. 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 У-у-у. Эд, сразу. У-у-уу-у. У-у-у. Класс! У тебя один на твоей стороне Все открыто, все открыто Закрой, закрой Стрейн посадок Все открыто, все открыто Жестко Правильно? Это опасно Опасно Оперевую с пеной Класс, T2 beginnen Вчеркнули Стрейн Стрейн Заход Смотрите кто у нас. Да, да, да. Блядь. О, все, третий минус. Все, давай спокойненько. Да вот спокойненько у меня передо мной маячит вообще. Блядь, не знаю что делать. Пока не обогнать. Третий там. Сейчас просто будет другой третий. Ой, ой, ой. Наверно, slowdown. Slowdown, slowdown. У тебя один на твоей стороне. Все clear, все clear. Он тебе видишь хотел уйти. Хорошо в меня не ушел, а. Да, 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 но я так понял что он понял. Он тоже, он тоже перенервит. Угу. Так, сзади идущий значит. Да, сзади... Но этот Марлос печенатом нормально. Ну да. 1-0-2 у тебя... У тебя 1-0-2-8 так же. У меня плохо сейчас, да. Да, у... Плохой темп у вас. И у... Печената в 0-7 секунде. У тебя там на кармажок есть. Нормально вообще. Не, не, не на дистанции атаки. Да, не напряженно было. Юndio Обж, да Ирл, да. Тебя блять, grammar-мам... Прям блять. Ему нравилось. Му, ну раз. Про момента было очень опасно. Я не так думаю. я пока пока там я не стабилизировался этот чувак тоже вроде нет да, смотри, не тулайка первого рода я думаю, вот такую яркую мост оставил раскатился по наружу широко вышел ну да, это чувак его вот чувак его увидел да, да, нормально новую там чувак его не сильно задел да, чувака чуть выплужило я думаю, что он не со зла тебя разбил да, не со зла, конечно не, он его чуть выплужило только что он потратил спокойно, спокойно, уезжайте да, оставил место у тебя лучше шикарно получается у него медленнее что-то не заметил по времени он приближается а он... шикарно, он в другом месте значит шикарно он так же прошел видимо да нет, ну вот-воз сейчас стабильный отрыв 0.6 10 1 минута 0.467 да, третий стрел в пяти секундах уже в принципе и попытайся все, он плохо, плохо в этих поворотах он плохо не, 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 я не попал на выход и он не попал и он не попал, да и он не попал больше он и чем даже подстал но сейчас накатывает ну 0.0 да, 200 я отыграл ух и опять его подъехал если что, не это, не особо не пытайся вдруг он подъедет пусти его да, потому что все может быть все вы стеснете согласен, согласен потому что там еще четыре секунды до третьего не, не будет не, не будет не будет хотя он подъехал чуть-чуть интересно, тут на четвертой передаче и только тут подержается интересно ну, видишь, это ну интересно интересно в этих секторах в этих секторах да, у него получат да, да мне попал кто-то не понравится как-то шикарно например как-то мороз он как-то больше на ушах проходит ну, может быть, да ну, да проходится когда-нибудь да, я говорю, что смотришь на гена он постабильненький как-то так притормозил а это даже не тормозит чуть-чуть ну, вот здесь он вещь с экстримом у него остатки с экстрима ловит блядь ладно ладно чё-то резина поплавала на самом деле отторможение начало вправо заносить так ну, у тебя, кстати две тридесятых секунды до третьего и он приближается до третьего и уйдет тасс, например это лидер, который был аван паулис поэтому тебе не надо не надо забавлять темп но это, наверное, не 20 и у него все, уже резина плывет поэтому не забавлять не получится ну, это вот тоже приезды да, я вижу надо бы его попытаться на протоковать ну, ненщат, ненщат блядь 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 Существует контакт. Супер минус айрот сейфити. Ты его прям в пердачке. Ну, потому что он как-то очень рано... Здесь... не знаю, мне казалось, он до этого позже замедлялся. Он слишком рано, да. У него резина, вы его видели, в ресторанах этого вообще. У него очень много резина. У него очень много резина. Все в порядке, все в порядке. Он тебя прям пустил. О! Алан Паулис что-то, видимо, ошибся хорошо. Видимо, да. Да, 1.03 у него тут. 2 секунды он там был. 2.2.2.6.1. Ага. Тебе еще 12 кругов. Угу. Да, Алан Паулис подойдет. Он там 1.03 последний. Если что, как бы немножко на 0.9 быстрее тебя. А я последний круг просто прошел. Борьба же была. Ну, может быть, сейчас следующее. Но у него еще 3.8 секунды, поэтому даже если он не будет так, то ему еще как минимум 5 кругов таким темпом, но если ехать и ехать, то ему обгонять. Это тоже. Ну, сейчас у меня будет 1.01. И... 1.09 что-то такое. А, 1.09. Угу. 1.09. Угу. Отличный темп. Ну, Паулис чуть-чуть, да. 1.07. Угу. 0.03 он играл. Ну, вот такой темп вообще, красавчик. Таким темпом. Ну, он таким темпом резину может и там. и там подробнее побыстрее. Угу. Тя. Мы же не знаем его возможности. Угу. Ну, езжай. Будь что будет, я осторожно. Я, да, осторожно еду. Угу. На хуй на Паулиса. Будешь заменчивать темп в конце, если будет прям его, надо посидать. В конце концов, ему еще надо обмарнуться проехать. Угу. для начала подъехать не надо пока обвенчивать темп, пока в тарасе ест аккуратно а ёпт твою мать, а да, 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 вот это кочек а вот теперь надо срочно объезжать марлосом потому просто причину, что угу, 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 я понял цель темпом 1.0.0.6 ну и куда ты будешь? у тебя один на твоей стороне слабо на твоей стороне отлично да, да плохо конечно, что у меня вот эти ошибки стабилизация да, да, это сам ошибался павлис уже двух секунд реально полторы секунды его отдал я хоть не ошибся старайся не ошибаться угу стараюсь я вроде раньше и плавнее тормозил а видишь, все равно не попал в хаворот не знаю почему лучше старайся ну по улицу еще этого проезжает марлос марлос партнер ну марлос ты уже плывет, ну, давно-давно но лично за счет гельных ошибок он постоянно, блять, где-то болтается в секунде за геном то есть гена только от него ты едешь хуя, блять, мазанул, блять марлос в单 подъехал ага о-оп-оп-оп да-да вот это конечно марлос держи давай поболей за марлоса марлос сейчас съезд не-не-не-не ну последний вывод в прошлом ... У него после шитаны там как-то непонятно... Хотя бы он его пару кругов поддержал, брат... Все-все-все... Ничего... Да, да... ... подупал у него темп упал он даже на дистанцию атаки не может быть или он готовит вот сейчас смотрелся получше выйдет до видишь да да ну лишь он продолжает разгон и не упереться в его поворот смотрите наступивающего раскат да марлес хорошо проезжают последний поворот 1.654 да у павлиса подупал темп и мол у марлеса марлес вентил темп 1 0 1 199 и паулюс только ухошелся кройте 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 борту и борту если не может раскрыться борту и ну ладно боями с пожженой резиной он и проехал но марлес сделал что мог спасибо марлес мы выслали тебе 200 рублей яду тебя и тебя есть три с половиной секунды все дешевое невестебельишь 1,6,1,5,6,4 Ну, Марлос, всё, Марлос, просто выкинул свою резину и теряет, прям, хе-хе. Эта борьба его убила. Блин, вообще как он шиканно быстро прошёл. Аллан был. Как здорово. Прямо после дела, все повороты и страховывались. Вот так. 5 кругов. Теоретически, ты по полсекунды можешь снимать на каждом круге. Но это теоретически. Фактически, конечно, лучше будет держать. Держака нет. Но это очень хорошо. Бой, ты не можешь. Наушах и за счёты. Да, у сам. Смотри, он отыгрывает, прям, после шутавы. Держака, 0,2,2. Ига. Ну, он наушах и и топор. Ну, он гонит. Он гонит. Так, это, кстати, цель на руку гения. Он шаг. Потому что может его разложиться и убить. Ну да. Какое у него время? Последний круг. 2 0 323. Да. Но он, я тебе говорю, Генн, на ушах едет. Лучше едет табильно. Да, это был его лучший круг. Да, 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 на ушах, на ушах верно. А это уже 16-17 круг, я думаю. Да. Вот он плохо кончится. Сейчас на ушах как раз ехать самый лучший вариант. Ну, в конце концов тебе надо, ну, вот. И будет еще тут тебя обгонять, и тебе не надо. Не, не, вот он здесь уже не попал. Удастся пусти. Удастся пусти. Три грубые полторы секунды. Пока ты идешь прям по графику. Сливая полсекунды на руку. Да он даже если у него упрется, ему еще проехать его надо. Ну, там сваря где упрется. Ну да, я думаю, что там где он может. Прикрыться, блядь. Ты вспомни мою гонку вчера. Сколько я возил паровозиком. Быстрых парней. Да-да, давай-давай-давай. Он, конечно, выкинул вообще все карты. На стол. Ломан, ломан. Да. Ох, и стол дал. А, все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, он видишь, что он так вот приедет вторым. А так он пытался приехать первым, понимаешь? Я думаю, что он отдавался для отчет. Ну, то есть он, видишь, так бы он, если бы не ехал на мешах, он бы Гену не так дал. Ну, а так он, видишь, ничего не терял. Он же тоже смотрит на него там. Он был в четырех секундах в барнах. Ну, словил он полдава. Ну, и все, ну, видишь. Все, Гену, тут наташнивай аккуратно. Ну, вот я еду на аккуратненько. Да. У тебя три секунды, ты в Kollegah просто не сни... Секунду на круге тебе реально мне-то. Ну, он, конечно, рвет, блядь. И мечет, блядь, блядь. Ну... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Что такое? Он убился? Убился. Ошибся? Да. Марлос опередил его? Ну, он не опередил его, поехал. Давай. А ты Келлубер? У меня Гридис, очень коварные последние круги. Очень коварные. А тут вроде не дубасишь, она с резиной все равно, понимаешь, она вся свистит и греется. Да. Ээээ... Пустая волну. Ты своё ли? Ну, говори. Ну, про эту девочку... Руку Девашку про. Последний круг? Да. Ну чё... Ну, в принципе, как-то вы бежали на шампанский, да? Да. Да. Да... Фу, блин... Было пару моментов... Как бы прям вообще... Да... Ты два раза в этом первом маркете еще... Ага... Молодец... Спасибо... Блин, няш... Фух... Челюсть от изумления открылась, я сижу вообще не понимаю, что произошло... Нет, красавчик, красавчик... Да, красавчик... Еще бы в первом сплите вот так вот выиграть... Ну, блин... Ты впереди все равно, слушай, хорошая победа... Вчера-то, да, почти второе место было... В первом... Хорошая победа... Да, спасибо... Поздравляю за увы... Нет... Знаешь что, я хотя бы... Хотя бы доехал, не разложив автомобили... Вот это уже плюс для меня... Не, не, я тебе скажу, что... Ну, во-первых, она боевая победа, блин... С первых кругов, блин... Нормально, воевал, воевал... Там много обмот... Знаешь, не... Не... Не Барселону, блин... Не паровозиком поездили... И там первые два убрались, знаешь... Не, бывает ситуация, ты едешь-ъедешь третьим... Первые два убрались, ты приехал первым... Ну, тоже победа, как бы... Потому что, как бы, они убрались сами, да... То есть, ты, ну... Не заставлял их убираться... Но, с другой стороны, надо понимать, что... Вот эта победа у тебя в бою... Угу... Угу... То есть, ты отобрал первое место... И первое несколько раз... Потерял... Вообще несколько раз потерял, блин, отобрал снова... Угу... 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 Прям... Красавочек... Все прям сделал... Ну, посмотрю сейчас... Пепьер Поворот... Эх... Да, он, конечно, широковато... Вышел... Ну... Ну... Угу... Я его тоже, видишь, несколько раз спускал... А. Чё, тогда пехать до 3 секе. Ладно, все быстро кухню... А... Все, побежал уже? Да. Пошел спать. Подожди время, у вас две дворец только... Дюймур ты куда? Спать... Спать Ну ладно, давай один... на работу на работа давай с победой спасибо не давай давай заходи завтра а ты завтра будешь ты работаешь я не работаю по выходным но и ездить видимо не буду завтра ребенка забираю и уже будет не до гонки а воскресенье буду конечно я воскресенье дома смотрю форму вот как я бритела вчера проехал и барбер